Пошёл вон отсюда! Пошёл, пошёл, нечистый! Пошёл! Именно так встречает гостей жительница пятиэтажки на Севастопольском проспекте. По словам соседей, от Людмилы можно ждать чего угодно. Постоянно то краску выйдет, то соль набросает. Зимой в мороз поливает дорогу, чтобы люди-то падали. Прямо под окнами многоквартирного дома теперь вот такой палисадник. Чучело, зеркала и таблички со странными надписями. Пятеньки тебе! Жалобы на беспокойное соседство ни к чему не приводят. Полиция говорит, что она типа не опасная. Она буйная, она опасная. Она уже тех, по-моему, достала. Я говорю, почему вы молчите? Почему вы не принимаете меры? Её нужно обязательно отправить в больницу. Выключите камеру. Что вы делаете? А этот человек держит в страхе жителей и арендаторов офисов целого дома в Коломне. Я вышла и увидела, что сзади меня стоит вот эта машина. То есть стоит она прям вот поберёг моей машины, полностью её заблокировав. Олег Зайцев решил, что два парковочных места под окнами принадлежат только ему. Всех несогласных ждёт кара. Я тоже не буду смотреть, куда я кидаю. Я как раз сидела на работе, занималась своим делом. Открывается дверь, и мне прям кусок льда летит. Я успела голод, но мне по руке упал компьютер. Люди с агрессивным соседом разговаривать боятся. Досталось даже нашей съёмочной группе. Вы не узнаете, уберите камеру, а ещё раз говоришь. А схейте её на голову один. Ну что ж такое бестолковое? Объясните, почему вы так делаете? Это первое. Я убирал снег, а никуда ничего не кидал. И не надо передёргивать факты. Вызов полиции закончился ничем. После профилактической беседы участковый уехал. А мне участковый сказал. А перекрытие машин? На блокировках. А перекрытие – это ГАИ. Именно из-за такого отношения правоохранительных органов хулиганы чувствуют свою безнаказанность. Хотя по закону их можно штрафовать и даже арестовывать на 15 суток.